Добрый день, уважаемые коллеги. Безусловно, респираторная поддержка при остром респираторном дистресс-синдроме, так же как и при ХОБ, является достаточно интересным выбором для анестезиолога-аниматолога. И говоря как раз о респираторном дистресс-синдроме, мы должны помнить, собственно, о той терминологии, которая в том числе в течение последних лет несколько поменялась. И сам по себе термин респираторный дистресс-синдром был предложен еще американским врачом Ашбаухом в 67-м году во время Американо-Вьетнамской войны. И наряду с обилием терминов, их более 20, синонимов, легкая Донанга, местечко во Вьетнаме, где было ранено много американских солдат, и где как раз Ашбаух впервые доложил о развитии респираторного синдрома. Шоковая легкая, влажная легкая, постперфузионная легкая, респираторный дистресс-синдром взрослых и острое поведение легких, это все синонимы, и это все синонимы, которые в настоящий момент уходят в прошлое. Так же как и РДСВ и ОПЛ, те термины, которые мы применяли еще совсем недавно. И как раз, собственно, термин «острый респираторный дистресс-синдром» и «острое поведение легких» появились не только в 67-м году, но были несколько модифицированы чуть позже, 19 годами позже, американским ученым Мюрреем, который как раз и предложил использовать острое развитие, выраженные изменения по повреждению легких по специальной шкале, и схожие факторы риска, которым относятся как первичные, легочные, так и нелегочные факторы, для того, чтобы диагностировать это состояние. Ну и, наконец, «острый респираторный дистресс-синдром» получил новый толчок к развитию после Американо-Европейской согласительной конференции 1994 года, которая предложила использовать индекс оксигенации отношения ПО2 к СО2, менее 300 как критерий для ОПЛ и менее 200 как критерий для ОРДС, наряду с теми факторами, которые исключали развитие кардиогенного отека легких, измерением давления за кинем и легочных капилляров, которые должны быть при ОРДС менее 18, повышение давления в левом предсердии, и наличие двусторонних эффективных изменений по рентгенограмме. Я думаю, что многие из нас сталкивались как раз с многочисленными издержками этого определения, и далеко не везде доступны газы крови, поэтому, например, в 2007 году для небольших районных больниц, для небольших стационаров, тоже американский ученый РАИС предложил модифицированное такое определение, модифицированный индекс оксигенации отношения сатурации к ФО2, который является таким своеобразным суррогатным индексом оксигенации для диагностики ОПЛ и ОРДС в военно-полевых условиях. Но все мы знаем, что нарушение оксигенации далеко не специфичное, в этом определении нет ПДКВ, и если измерять давление заклинивания, которое сейчас меряется, пожалуй, в большинстве ситуаций лишь у кардиохирургических пациентов, в отделениях общей реанимации ДЗЛК и катетеросфанган составят достаточно редко, даже если измерить давление заклинивания у большинства больных с ОРДС, то есть у 80% пациентов со снижением индекса оксигенации менее 200 будут эпизоды повышения ДЗЛК. То есть эти критерии, они достаточно не специфичны, и как раз вот фактически у половины больных с гипоксимией она обусловлена не ОРДС, а другими причинами, включая ОХОБ и многие другие причины развития дыхательной недостаточности. Поэтому как раз в 2012 году, год назад, было предложено в Берлине новое определение ОРДС, которое тоже не идеально, пожалуй, но которое в какой-то мере преодолевает те недостатки, которые были присущи предыдущим определениям. И как раз на этом определении во многом строится стратегия вентиляции при различных степенях тяжести респираторного дистресса синдрома. Прежде всего, какие изменения произошли? Мы видим, что термин ОПЛ, острый поразительный легких, ушел в прошлое. Сейчас рекомендуют использовать унифицированно один лишь термин, острый респираторный дистресса синдром, что у взрослых, что у детей. Это определение включило показатель ПДКВ. Хотя ПДКВ больше или равно 5 см водного столба, тоже это показатель, который очень активно критикуется, потому что все-таки большинство больных в СОРДС требует более высоких показателей ПДКВ, не менее 8-10 см водного столба. По времени мы видим, что более либерально стало, то есть развитие ДХА к недостаточности не в течении предшествующих 3 дней или суток, как было в предшествующих определениях в течение недели. И мы видим, что по визуализации двусторонних интеллектратов, как раньше было на рентгенограмме, здесь еще появилась компьютерная томография грудной клетки, которая действительно помогает нам диагностировать инфильтрацию легочной ткани и позволяет исключить ряд других патологических изменений, которые могут ввести к гипоксимии и которые не присущи для ОРДС, это наличие поливрального выпыта, наличие коллабирования легочной ткани или узелковых образований. Если посмотреть на исследование, которое было в этом году опубликовано в журнале Critical Care, мы видим, что, к сожалению, рентген грудной клетки, он недостаточно чувствителен для диагностики и ОРДС и многих других состояний, которые вызывают патологию дыхания, особенно при очаговом поражении легких. Вот если посмотреть на данные компьютерной томографии, мы видим, что как выглядит КТ грудной клетки при диффузном поражении, при сливном поражении и при очаговом поражении. Так вот, было показано, что рентген грудной клетки обладает достаточной диагностической ценностью лишь при диффузном поражении, когда мы видим снежную бурю на рентгенограмме. А вот при фокальном поражении его чувствительность всего лишь 60%. В 40% случаев на рентгене грудной клетки, когда есть уже клиника ОРДС, мы не видим картины респираторного дистресса синдрома. Поэтому в это определение был внесен и как раз такой параметр, как диагностика не только с помощью рентгена грудной клетки, но и респираторной, но и компьютерной томографии. И, наконец, по источнику отека легких мы видим, что по новому определению ОРДС – это дыхательная недостаточность, полностью необъясняющаяся сердечная недостаточность или волимической перегрузкой. То есть это, как и было, в принципе-то это некардиогенный отек легких. И для того, чтобы исключить кардиогенный отек легких, если нет факторов риска его, то необходимо подъективное исследование, например, эхокардиография. Здесь, опять-таки, не стоит, в отличие, например, от критерий Дельфи, критерий «фракция выброса» более 40%, что, на мой взгляд, несколько упростило бы ситуацию. И этот пункт определения, берлинского определения ОРДС, он тоже подвергается достаточно интенсивной критике. Тем более, что сейчас появились критерии, которые позволяют более объективно и более точно оценить выраженность отека. Как, например, та же внесосудистая вода легких, которая была исследована в многочисленных работах, и проводимых в том числе и на нашей кафедре, и многими другими авторами. Достаточно много публикаций на русском и на английском языке. И мы видим, что как раз индекс несосудистой воды легких, он позволяет оценить тяжесть отека. И, таким образом, позволяет, собственно, определиться с дальнейшей тактикой. В том числе и по тактике искусственной вентиляции легких, о чем мы немножко будем попозже более подробно говорить. В частности, работы последнего года показали, что индекс несосудистой воды легких более 10 мл на килограмм предсказанной массы тела, это тот критерий, который говорит как раз о отеке легких. И данные японских авторов вместе с патологоанатомическим исследованием легких после скрытия показали, что с очень высокой диагностической предсказывающей способностью вода больше 10 мл на килограмм, она говорит нам о развитии отека легких. Что позволяет как раз предпринять меры по ее коррекции. И, более того, повышение несосудистой жидкости легких позволяет не только диагностировать, но и предсказать риск развития ОРДС еще за 2-3 дня до его появления и до возникновения гипоксимии и возникновения инфильтратов на рентгене или на КТ. И, наконец, одно из наиболее существенных нововведений вот этого берлинского определения, которое также очень важно для тактики понимания различных методов респираторной поддержки при ОРДС, это градация ОРДС по оксигенации, по индексу оксигенации. Легкий ОРДС, это как раз то, что раньше было острое повреждение легких, это индекс оксигенации от 200 до 300, умеренный ОРДС, индекс оксигенации от 100 до 200, и тяжелый ОРДС, это меньше 100, то есть легко запомнить 300, 200, 100. Легкий, умеренный, тяжелый. Чем он тяжелее, тем больше летальность. И как раз, опять-таки, недавнее исследование японских авторов показало, что та же внесосудистая водолегкая, которая, несомненно, заслуживает для внесения, возможно, в будущее определение ОРДС, она очень четко градирует с различными степенями ОРДС. И как раз вот при тяжелом ОРДС ее повышение порядка 20 мл на килограмм является также очень четким диагностическим критерием некардиогенного отека и позволяет дифференцировать различные механизмы гидростатические и ингидростатические. То есть это может быть как раз важным дополнительным критерием диагностики отека легких при ОРДС, которое не вошло в текущее определение, но которое может быть использовано в тех отделениях, где такая методика используется, где есть методика транспортированной терминлюции, как в том числе и в отделении реанимации нейрохирургии Борденга. И наконец, как меняется эпидемиология респираторного дистресс-синдрома. По данным многочисленных авторов прошлых лет, мы видим, что частота очень сильно варьировала, от 1,5 до 88 случаев на 100 тысяч человек в год, 1,5 это Канарские острова, кстати, на Черноморском побережье Кавказа, в Абхазии, тоже частота, например, ОРДС очень низкая по общению с нашими коллегами. А вот если говорить о северных штатах, Соединенных Штатах Америки, северных регионах других стран, то частота она приближалась по текущему определению к 60-80 случаев на 100 тысяч человек в год. Но вот если посмотреть новое берлинское определение, то опять-таки результаты очень недавнего исследования, опубликованного в этом году, показывают, что поскольку критерии стали более жесткими по сравнению с критериями 1994 года Американо-европейской властительной конференции, то частота ОРДС, она несколько снизилась. То есть если использовать берлинское определение, то она не 80, а порядка 30-40 случаев на 100 тысяч человек в год. Безусловно, она сильно варьирует. И вот в зависимости от того, какое это отделение, одна частота в нейро-реанимации, другая в кардио-реанимации, хирургические, нехирургические пациенты. Ну вот в среднем она, опять-таки, по данным 2013 года, встречается большое французское многоцентровое исследование примерно у 7% реанимационных больных. И может варьировать от 3 до 15. Летальность сохраняется достаточно высокой при этом состоянии, что безусловно требует поиска оптимальных методов терапии, в том числе и респираторной поддержки. Ну и опять-таки, говоря о том, какие методы респираторной поддержки использовать, мы должны помнить о фазном течении ОРДС. И одна тактика респираторной поддержки в острую фазу, когда у пациента превалирует отек, когда выражена фаза эксудации, и когда мы видим, что важно определиться с тактикой, что нужно делать, проводить для рекрутных, или проводить для гидратации, исходя из той патологии, которую мы видим на фоне отека, и утолщения интерстиции легких. И другая тактика может быть при поздних стадиях, начиная с 7-х суток ОРДС, когда выражены процессы фиброзирования легких. Если, например, забегая вперед, высокое ПДКВ мы используем в первую, в острую фазу, то начиная с 7-х суток мы должны снижать ПДКВ для того, чтобы не порвать легкие и не вызвать тоже, например, паротравму. Ну и, наконец, проблемы вентиляции при ОРДС обусловлены гетерогенностью поражения легких. Мы видим, что верхние участки легких кистозно изменены, мы видим, что именно эти участки гиперинфлированы, и их можно порвать при нерационально выбранных параметрах вентиляции, давлении и объеме. А задние и нижние участки легких консолидированы, и их достаточно сложно расправить даже с помощью высокого давления, которое может, в свою очередь, повредить верхние отделы. Поэтому очень сложно найти такие консенсусные, согласительные параметры вентиляции, которые хорошо бы подходили для всех слоев легких. Поэтому, к сожалению, иногда наша вентиляция может обладать не только жизнеспасающим действием, но и иетрогенным эффектом. И может вызывать биохимическую травму с освобождением каскада самых различных медиаторов и биофизическую травму с паротравмой, волюматравмой при излишних дыхательных объемах и давлениях. И в то же время, если мы не выставим ПДКВ, то может быть атоликтотравма. И, наконец, высокая фракция вдыхаемого кислорода тоже может быть опасна и абсорбционными атоликтазами, и другими расплазнениями. Поэтому очень важно пройти до серединки без возникновения как биохимических, так и биофизических травматических эффектов вентиляции. Терапия острого респираторного дистресс-синдрома была описана в целом ряде руководств, в том числе и с нашим участием. Одно из последних на русском языке это острый респираторный дистресс-синдром под редакцией профессоров Гельфанда и Касселя. И мы видим, что респираторная поддержка занимает одно из ведущих мест в лечении ОРДС, и именно это один из таких краеугольных камней успеха терапии этого состояния. Задачи респираторной поддержки при остром респираторном дистресс-синдроме включают и оптимизацию газообмена, и снижение работы дыхания, и оптимизацию транспорта кислорода со снижением потребления кислорода, и предотвращение ядерогенных эффектов вентиляции, о которых мы уже говорили. Но сейчас мы поговорим о тех методах респираторной поддержки, которые позволяют добиться выполнения этих задач. Безусловно, одна из мер терапии ОРДС это обеспечение адекватной оксигенации с поддержанием сатурации более 90% и ПО-2 более 60 мм тутного столба. Опять-таки, какой верхний предел ПО-2, когда нужно снижать фракцию дыхаемого кислорода, это остается предметом дискуссии. И действительно, мы должны учитывать сопутствующую патологию. У больных с сопутствующим КОБ, безусловно, требуется меньше величины ПО-2 на уровне 60 вполне достаточно. Если это пациент с нарушением доставки кислорода, больной с аномией, с шоком, то, безусловно, у него требуется более высокая оксигенация для того, чтобы добиться адекватной доставки кислорода. Поэтому здесь подход индивидуализирован и в целом по многим рекомендациям варьирует от 60 до 110 мм тутного столба в зависимости от клинической ситуации. Безусловно, больные СОРДС требуют своевременного перевода на вентиляцию, когда мы видим выраженную одышку, когда мы видим, что оксигенотерапия через маску или через катетеры не позволяет повысить сатурацию более 90%. И, безусловно, даже при нормальной оксигенации, когда у пациента нарушен ментальный статус, когда мы опасаемся утраты защитных рефлексов, такой пациент тоже требует перевода на вентиляцию. Ну и как и при других случаях, в продленной вентиляции больные СОРДС требуют приподнятого головного конца, как правило, на 30 градусов для того, чтобы обеспечить профилактику микроаспирации, профилактику пневмонии назокомиальной через манжетку интубационной трубки. Безусловно, ведущая концепция вентиляции больных СОРДС остается концепция так называемых низких дыхательных объемов, которая обеспечивает профилактику риска бара и волюма травмы. С дыхательным объемом сначала рекомендовала 6, затем, по мнению большинства авторов, эти пределы были расширены до 6-8 мл на килограмм предсказанной массы тела с ограничением при вентиляции по объему давления плату менее 30, а пиковое давление менее 35 см водного столба и с выбором адекватного ПДКВ, о критериях которого мы немножко попозже поговорим. Безусловно, стратегия низких дыхательных объемов может сопровождаться задержкой углокислоты и развитием так называемой пермиссивной допустимой гиперкопнии, но на самом деле гиперкопния может быть опасна лишь для очень небольших категорий пациентов. Относительно, тем не менее, важно об этом помнить, что гиперкопния, наряду с тем, что она действительно не является жизнеугрожающей в большинстве ситуаций и даже облегчает процесс отдачи кислорода тканям на уровне транспорта кислорода, но она может быть опасна на фоне отека мозга у нейроанимационных больных, и она может быть опасна на фоне шока, так как может усугублять явление воздеватации. Поэтому, безусловно, гиперкопния не должна приводить к снижению ПАЖ менее 7,15-7,2, и мы должны помнить как об ее позитивных свойствах, так и об отрицательных свойствах гиперкопнии. Безусловно, многие из нас видели результаты этого исследования, большое исследование РДСНЕТ, которое, собственно, и привело к рекомендации дыхательного объема 6 мл на килограмм, большое исследование, показавшее снижение летальности, и после чего вентиляция с низкими дыхательными объемами появилась во всех текущих рекомендациях. Патофизиологическое обоснование здесь показано, мы видим, что та вентиляция, которая проводилась ранее, общепринятая вентиляция с отсутствием ПДКВ, с дыхательным объемом порядка 10 мл на килограмм, она приводила к спадению альвеол и к их перераздуванию на вдохе, к спадению на выдохе. А вот протективная вентиляция с низкими дыхательными объемами за счет ПДКВ позволяет избежать спадения альвеол, и за счет ограничения дыхательного объема позволяет избежать их перераздувания. Безусловно, выбирая дыхательный объем, так же, как и выбирая дозы различных препаратов, различные параметры мониторинга, мы должны помнить о том, что в первую очередь у больных с избыточной массой тела, ну и у многих других категорий пациентов, важно учитывать не фактическую, а предсказанную массу тела, которая отличается зачастую от фактической значительно, и здесь есть специальная формула, которая отображена также на этом слайде, есть в целом ряде руководств, но большинство наших современных операторов экспертного класса и современных мониторов, оно позволяет рассчитать предсказанную массу тела, когда мы вносим демографические данные пациента, исходные в монитор, и поэтому несколько облегчает задачу. Безусловно, важный параметр вентиляции при ОРДС, это уровень положительного давления в конце выдоха, который можно подобрать тоже различными путями, учитывая и респираторную механику, кривые давления и объем, учитывая оксигенацию пациента, учитывая податливость легких, об этом мы немножко попозже поговорим. И мы должны не забывать, что если у больных с ХОГО важно удлинять выдох, то у больных с ОРДС ситуация выглядит абсолютно по-иному. Здесь у этих больных порой мы стремимся к инверсии вдоха к выдоху на фоне гипоксимии, для того, чтобы улучшить оксигенацию, но мы должны помнить, что инверсия вдоха к выдоху может сопровождаться ростом внутреннего ПДКВ и может приводить к снижению сердечного выброса. Поэтому очень важно делать это постепенно. 1 к 1,5, 1 к 1,2, 1 к 1, для того, чтобы избежать резких изменений гемодинамики и резкого роста внутреннего ПДКВ. Но безусловно, в споре, какая вентиляция лучше, по давлению или по объему, который до сих пор остается незаконченным, все-таки большинство сторонников при ОРДС вентиляции по давлению. Это основано на данных испанских авторов, которые показали улучшение клинического исхода у таких пациентов при вентиляции по давлению. Безусловно, появляются различные режимы вентиляции, и наряду со стандартными вентиляциями по объему вентиляции контролируемого по давлению, многие современные респираторы позволяют нам осуществлять и вентиляцию в таких режимах, как BIPAP и APRV. То есть вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях, когда мы выставляем верхнее и нижнее давление, и вентиляция с высвобождением давления во многом напоминает вентиляцию BIPAP, но это так называемая вентиляция с инверсией. То есть если стандартная вентиляция в режиме BIPAP предназумевает отношение вдоха к выдоху один к двум, то вентиляция в режиме APRV с высвобождением давления в дыхательных путях она имеет очень длинный вдох, поэтому на выдох приходится относительно небольшое преимущество к времени, именно во время выдоха осуществляется элиминация углекислоты, а на вдохе происходит насыщение кислородом. В чем преимущество этих режимов? Во-первых, они лучше, чем стандартные режимы по объему или по давлению, позволяют сохранить элементы спонтанного дыхания, избежав при этом и полинеропатию, и ряд других желательных эффектов, о которых тоже уже было сказано. Мы видим, что спонтанные вдохи накладываются как на фазу выдоха, так и на фазу вдоха могут накладываться, аппаратных вдохов, и было показано в целом ряде работ, что в частности у больных в СОРДС режимы BIPAP и APRV могут сократить длительность вентиляции и снизить потребность седации. Кроме того, эти режимы позволяют улучшить оксигенацию у большинства пациентов по сравнению с объемной вентиляцией, и если посмотреть на данное исследование с помощью компьютерной томографии, по сравнению со стандартной вентиляцией по давлению, режимы BIPAP и APRV позволяют резко улучшить аэрацию задних и нижних участков легких. Это связано с тем, что эти режимы обеспечивающие негомогенную вентиляцию с различными дыхательными объемами, и таким образом за счет спонтанных подвздохов улучшается аэрация легких, снижается количество консолидированных зон легких. Безусловно, тот же режим BIPAP можно осуществлять как на фоне элементов спонтанного дыхания, так и полностью на фоне мералоксантов, на фоне отсутствия элементов спонтанного дыхания. Но эти режимы на фоне присутствия спонтанного дыхания более эффективны. И мы видим, что тот же режим APRV со спонтанным дыханием обеспечивает гораздо лучшую аэрацию, чем без спонтанного дыхания. Эти данные были подтверждены не только компьютерной томографии, но и электроэмпедансной томографии, которые демонстрируют лучшую аэрацию на фоне элементов спонтанного дыхания. Безусловно, режим APRV имеет определенные специфические черты, и мы видим, что в отличие от BIPAP, основное его отличие, то что так же, как и при BIPAP, ставится верхнее давление в дыхательных путях на уровне плата, если больной до этого вентилировался по объему, либо на уровне пикового, если он вентилировался по давлению. Но вот основная разница в том, что низкое давление, второе давление, оно ставится нулевое. Казалось бы, парадокс. Все больные с ОРДС требуют ПДКВ. Но здесь мы видим, что это основано как раз на инвертированном соотношении вдоха к выдоху. То есть у этого больного создается внутренний ПДКВ, поэтому на самом деле положительное давление в конце выдоха у него далеко от нулевых значений. В этом существенное отличие APRV от того же режима BIPAP, где мы обязательно при BIPAP ставим низкое давление в дыхательных путях отнюдь не на нулевом уровне, а как правило превышающем 8 см водного столба. Ну и безусловно, мы учитываем сопутствующую патологию. Если это больной, например, с ОРДС и с сопутствующими признаками бронхообструкции, то мы даем больше период низкого давления в дыхательных путях для того, чтобы больной успел выдохнуть, для того, чтобы это ауто ПДКВ не превышало разумных значений. Безусловно, больные с ОРДС требуют соответствующего расправления альвеол. Мы видим, что фактически половина, если не большая часть альвеол у многих тяжелых пациентов с ОРДС находится в спаршенном состоянии, в отличие от нормальных альвеол, которые мы видим при обычном дыхании. И этого можно добиться с так называемой концепцией открытых легких, которая получила распространение после многочисленных работ Лахмана, Марине и других специалистов в этой области еще 10 лет назад. И основные компоненты концепции открытых легких включают, во-первых, кратковременное повышение давления в дыхательных путях для того, чтобы открыть спавшиеся, нестабильные альвеолы, так называемый рекрутмент. То есть мы можем на несколько секунд, на несколько десятков секунд повысить пиковое давление до 40, 50 и даже выше сантиметров ходного столба. И второй элемент это профилактика коллабирования альвеол, это сохранение легкого открытым с помощью достаточного уровня ПДКВ, которое превышает экспираторное давление закрытия дыхательных путей. Добиться этого можно по-разному, об этом мы сейчас будем говорить, и об этом как раз будет еще отдельная лекция Олега Евгеньевича, Сатишура. Но мы видим, что основные эффекты концепции открытых легких, они включают в первую очередь не только расправление спавшихся альвеол, но и улучшение соотношения между воздушными и водными секторами легких. Это перераспределение жидкости в легких, улучшение оксигенации и снижение бара и волюма травмы, уменьшение ядрогенных эффектов вентиляции. Нужно помнить, что рекрутмент нужно проводить фактически после любой дисконнекции, после санации трахеи, и безусловно, больные с ОРДС требуют использования закрытых аспирационных систем для того, чтобы обеспечить активную оксигенацию и приводить к меньшему дорекрутменту, к меньшему спадению альвеол на фоне санации трахеи. Безусловно, выполняя прием мобилизации альвеол, прием рекрутмента, мы учитываем и респираторную механику, и вот если посмотреть на кривую, которая показывает нам соотношение давления и объема во время вдоха и выдоха, то мы видим, что одна из концепций как раз вентиляции при ОРДС это создание ПДКВ на 2-3 см превышающего нижнюю точку перегиба вот на этой кривой и ограничение дыхательного объема, чтобы оно не переходило за точку верхнего перегиба. Ну и безусловно, вот если посмотреть эффекты, что происходит с легкими во время рекрутмента, мы видим, как спавшиеся легкие при повышении давления в дыхательных путях будут постепенно расправляться 10, находятся в спавшемся, начали появляться зоны легких расправленные, 30, сохраняются еще спавшиеся участки, 35, легкие полностью расправленные. И дальше, во время выдоха, мы видим, как следуя дальше по кривой давление-объем, как меняется состояние легких. И здесь, когда мы возвращаемся назад к 20, легкие остаются в расправленном состоянии, то есть в этом существенная разница между состоянием легких до рекрутмента и после рекрутмента, когда тоже стандартное давление 20, оно будет приводить к абсолютно нормальной механике дыхания. И лишь затем, при снижении давления менее 10 сантиметров отного стаба, мы наблюдаем уже спадение легких. Безусловно, маневр мобилизации ольвеол, маневр рекрутирования ольвеол, можно добиться его по-разному, это написано также в целом ряде. Руководств респираторных есть разные методики с пошаговым повышением пикового давления и ПДКВ, с параллельным увеличением ПДКВ и пикового, с несколько большим увеличением пикового по сравнению с ПДКВ. Можно ставить ПДКВ до 15 на несколько секунд, можно делать искусственный подздох, что включено в интерфейс опять-таки многих современных респираторов. Можно делать методику 40 на 40, когда пиковое повышается до 40 сантиметров на 40 секунд. И различный ряд приемов вентиляции, о которых тоже мы будем говорить, тоже являются своеобразными рекрутирующими режимами. И безусловно, проводя рекрутмент как давлением с увеличением пикового давления на отдохе, так и рекрутмент объемом, когда мы одновременно увеличиваем пиковое давление и дыхательный объем, мы помним о том, что очень важно не просто проводить рекрутмент, но оценивать, насколько он эффективен. И здесь мы можем использовать не только сатурацию, не только оксигенацию те же газы крови, но и показатели податливости легких, и показатели доставки кислорода, и те же показатели, которые мы можем оценить с помощью как рентгена грудной клетки, так и КТ и ЛН-15 томографии, то есть увеличение объема вентилируемых альвеол. Независимо от того, какой рекрутмент проводим, в первую очередь нужно подготовить больного к рекрутменту, и как правило большинство пациентов СОРДС, это больные с тяжелыми нарушениями газообмена, которые требуют расправления легких в условиях седации, и у многих больных даже с использованием мерилоксации. И безусловно, такие пациенты требуют соответствующего мониторинга, сатурация, капнография, газа крови, если это нестабильный пациент, на инотропный вазопрессорной поддержке, то желательно инвазивный все они основаны на том, что сначала постепенно повышается давление в дыхательных путях, легкие расправляются, затем давление снижается, идет поиск давления загрития альвеа, затем легкие снова расправляются, и оценивается эффективность вентиляции. То есть схематично это как раз показано на следующем слайде, предоставленном профессором Белдой из Валенсии, из Испании. Мы видим, как происходит как раз практическое осуществление приема рекрутмента по большинству канонов его проведения. Мы видим постепенное повышение давления в дыхательных путях. При этом мы оцениваем гемодинамику, чтобы повышение давления в дыхательных путях не отражалось на гемодинамике. Мы находим давление, при котором оптимальная оксигенация, оптимальный комплайнс, давление открытия легких. Здесь вот на этом слайде это порядка 37 сантиметров водного столба, где легкое расправлено. А затем потихоньку снижаем его до того момента, когда легкое начнет спадаться, когда начнет ухудшаться оксигенация, падать комплайнс. И затем мы снова повышаем его до того оптимального давления, где легкое находилось в расправленном состоянии и вентилируем пациента со стандартным дыхательным объемом 6-8 литров на килограмм и с профилактически выставленным по ДКВ. Это вот такая методология. Рекрутнута по большинству руководств, по большинству рекомендаций. Но есть и более простые, отчасти можно назвать даже суррогатные, такие приемы выполнения рекрутнута, в частности, прием, предложенный Марселом Амата, бразильским автором, прием 40 на 40, который, наверное, является одним из наиболее популярных в мире, который очень просто осуществляет на любом респираторе. Он заключается в том, что больной переводится на фоне мереолаксации, на фоне седации, больной переводится в режим СИПАП с величиной 40. То есть можете на себе промоделировать 40 см водного столба, в течение 40 секунд больной находится вот в таком состоянии, легкие расправляются, а затем больной вентилируется с дыхательным 6-8 млитров на килограмм и по ДКВ, который классически по технологии Амата, он должен устанавливаться по кривой, давление объем на 2 см выше точки нижнего перегиба. Но, опять-таки, этот прием подходит для больных только мереолаксированный. Многие наши пациенты, все-таки, большинство из них не получают мереолаксантов. Выполнение приема СИПАП 40 на 40 не очень комфортно для пациентов, находящихся в сознании. Можете представить 40 секунд находиться в таком состоянии. Поэтому предложены все-таки различные способы, в том числе без оценки кривой давления и объем, по более простым параметрам подбора ПДКВ. Так вот, расправить легкое просто, да, повышение пикового 40-50 см водного столба. А как найти оптимальное ПДКВ? Есть два разных пути. Это, во-первых, убывающий вариант, когда устанавливается после рекрутмента ПДКВ 20, и затем ПДКВ потихоньку снижается. 20, 18, 16, 14, каждый раз на 2-3 минуты. И мы анализируем при этом сатурацию до того момента, когда легкое начинает спадаться, начинает снижаться сатурация и комплайнс. Затем снова до 40 поднимается, например, пиковая. И затем ПДКВ устанавливается на 2 см водного столба выше той величины, где начала снижаться оксигенация, где начала снижаться, спадаться легкое. То есть, если, например, легкое начало спадаться на ПДКВ 8, значит ставится ПДКВ 10 и больной вентилируется с таким режимом до следующей дисконнекции. Так вот, такой убывающий вариант, когда ПДКВ потихоньку снижается дальше 20, 18, 16 и так далее, он рекомендован в первые сутки ОРДС в раннюю стадию. Он хорош при непрямом ОРДС, когда ОРДС обусловлен, например, абдоминальным сепсисом, с какими-то причинами, не связанными, например, с односторонней патологией легких. И как раз убывающий вариант выбора ПДКВ, он наиболее эффективен для улучшения оксигенации. Что делать с больными, которые находятся на вентиляции уже несколько суток, тогда это уже поздняя стадия ОРДС, начиная, например, с седьмых суток, когда выражены процессы фиброза, мы боимся порвать легкое, когда больной гемодинамически нестабилен, и мы боимся, что высокое ПДКВ-20 отразится на его выбросе и артериальном давлении. В этой ситуации мы можем использовать возрастающий вариант, когда ПДКВ после рекрутмента повышается 8, 10, 12 на 2-3 сантиметра водного столба до того уровня, который обеспечивает оптимальную оксигенацию, оптимальный комплайнс. И такой режим он как раз рекомендован при нестабильной гемодинамике, фибропрессеративную стадию. Он хорош у больных с односторонней пневмонией и ОРДС, и другие причины негомогенного повредения легких, для того, чтобы быть максимально безопасным для обоих легких. Было показано в ряде работ, в частности работают французских авторов, что выполнение рекрутмента при ОРДС может быть проведено уже фактически в первые минуты после перевода больного на вентиляцию. Именно в этой ситуации он позволяет достоверно улучшить оксигенацию и расправить те консолидированные участки легких, которые неизбежно спадаются у больных на масочной вентиляции. Безусловно, перед этим нужно убедиться в стабильности гемодинамики после перевода на вентиляцию. И потом, когда мы убедились, что гемодинамика стабильна, этот режим рекрутмента, он позволяет улучшить механику дыхания, улучшить оксигенацию у больных с ОРДС даже на таких ранних стадиях, как сразу после перевода. Безусловно, ПДКВ является жизненно необходимым параметром для таких пациентов. Мы видим, насколько велика разница по данным электропеданчной томографии у пациентов без повреждения легких, когда ПДКВ 5, 10, 15 не ведет к значимым изменениям аэрации. А вот повышение ПДКВ от 5 до 15 у больных с повреждением легких с ОРДС ведет к значимому улучшению аэрации и к значимому расправлению консолидированных участков легких. Поэтому, безусловно, выбор этой параметры рекрутмента, параметров ПДКВ индивидуален в каждом конкретном случае. Но если следовать концепции открытых легких, то, по крайней мере, средние значения ПДКВ у большинства больных с ОРДС должны превышать 8-10 см водного столба. Если это легкий ОРДС, индекс оксигенации 200-300, 8-12, а если это умеренный и тяжелый ОРДС, то, как правило, от 12 до 18 см водного столба. Некоторые пациенты могут потребовать даже более высоких значений, но это требует индивидуальной оценки и выбора, в общем-то, адекватных параметров. К сожалению, маневр рекрутмента можно проводить далеко не всегда. Мы видим, что на фоне эмфиземы, бульозных изменений легких, на фоне высокого риска пневмоторекса или в тех ситуациях, когда пневмоторекс уже состоялся, когда у больного выраженный гидроторекс, к сожалению, маневр рекрутмента может только навредить. Если у больного недостаточный мониторинг, если у него нет адекватного мониторинга оксигенации, если это больной с гиповолемией и шоком, рекрутмент тоже может навредить больному и оказаться для него опасным. Но вот если говорить о гемодинамических эффектах рекрутмента, это повышение как раз давления флевральной полости, в первую очередь за счет этого снижение преднагрузки. Мы видим, что проведение рекрутмента неизбежно сопровождается в большинстве ситуаций снижением давления и снижением сердечного выброса. По данным эхокардиографии, смотрите, как увеличивается объем правого сердца, правого желудочка на фоне выполнения рекрутмента. Но затем, после его выполнения, при возвращении к обычным параметрам вентиляции, гемодинамические эффекты очень быстро нивелируются. Нивелируется и гипотензия, нивелируется и право желудочковой недостаточности. Но вот как можно постараться предотвратить эти эффекты? Очень простой путь, подъем ножного конца операционного стола, либо кровати реанимационной перед повышением ПДКВ позволяет сделать рекрутмент гемодинамически более безопасным. И у тех пациентов, у кого нет противопоказаний к подъему ножного конца, в кровати этот прием может быть успешно использован. Безусловно, на фоне рекрутмента мы видим в большинстве ситуаций значимое улучшение оксигенации, значимое улучшение аэрации легких и по данным компьютерной томографии, и по данным электропеданской томографии. Но как раз последняя из этих методик, электропеданственная томография, которая появилась в том числе и в нашей стране, и активно сейчас начинает использоваться во многих российских центрах, он позволяет на самом деле выбрать оптимальный ПДКВ у многих наших пациентов. Исследование этого года немецких авторов показало, что целевое использование электропеданственной томографии у больных с ОРДС при проведении рекрутмента, оно может как раз помочь с выбором оптимального ПДКВ. В частности, авторы проводили периодическое повышение ПДКВ по 5 см водного столба до того момента, когда максимально улучшался комплайнс четвертого слоя, нижнего слоя, дорсального слоя легких. И затем постепенно его снижали по 2 см водного столба до того начала, когда комплайнс нижней части легких начинал падать. Так вот, по данным этого исследования, мы видим, что у большинства больных с ОРДС средний уровень ПДКВ, необходимый для расправления легких, составил 14 см водного столба против 8 см водного столба в контрольной группе, где не использовалась электропеданственная томография. Безусловно, это методика, применение которой ограничено, но мы должны помнить, что это исследование еще раз показывает, что у больных с ОРДС мы не должны бояться ПДКВ. И оптимальное ПДКВ для большинства из таких пациентов не 8 и не 10 даже, а 12, 14, некоторых 16 см водного столба для улучшения аэрации. К сожалению, рекрутмент эффективен лишь у 2-3 пациентов и приняты такие термины, тоже англоязычные, респондеры, нереспондеры. И мы видим, что, к сожалению, около 3 пациентов, это нереспондеры, пациенты, у которых в ответ на рекрутмент мы видим, наоборот, перераздувание верхних отделов легких, их гиперинфляцию, и расправляются лишь задненижние участки легких. То есть, таким образом, мы улучшаем аэрацию нижних участков, но делаем хуже остальным частям легких за счет гиперинфляции, и которые могут приводить к дальнейшему высвобождению медиаторов воспаления и к прогрессированию ОРДС. Наиболее эффективен режим рекрутмента, я уже говорил, у больных с вторичным ОРДС, когда мы видим у пациентов диффузное снижение аэрации. Так вот, как определить, кому все-таки из пациентов стоит проводить рекрутмент, кому не стоит? Одним из таких критериев может быть наличие отека легких. Было показано в ряде экспериментальных работ, что рекрутмент менее эффективен при тяжелом ОРДС сопровождающимся отеком легких. В частности, на фоне проведения рекрутмента при отеке легких мы можем видеть даже разрывы ОРДС и повреждения ОРДС, и состояние легких улучшается далеко не всегда. И вот в нашей клинической работе, которая была год назад опубликована, мы показали, что если у больного повышена внесосудистая вода легких, больше 10 мл на килограмм массы тела, то рекрутмент у таких пациентов, как правило, малоэффективен. Улучшение оксигенации – ноль. А вот если несосудистая вода легких меньше 10 мл на килограмм, то тогда рекрутмент ведет к значимому улучшению оксигенации порядка на 30% и выше. То есть в случае с выраженным отеком легких нужно проводить не рекрутмент, а в первую очередь проводить дегетерационную терапию, ограничить гидробаланс, возможно назначать диуретики для того, чтобы уменьшить этот патриотизиологический механизм острого респирторного дистресс-синдрома. Что же делать, если рекрутмент неэффективен, больной попал в нереспондеры или он противопоказан, и если у больного сохраняется низкая оксигенация, если это тяжелый ОРДС с оксигенацией, индексом оксигенации меньше 100, мы можем использовать положение на животе. Оно улучшает оксигенацию так же, как рекрутмент фактически у 2-3 пациентов. Есть даже специальные ротационные кровати, которые могут в этом плане быть использованы. Безусловно, проводя вентиляцию в положении на животе у больных с ОРДС, мы должны помнить и о различных моментах. В первую очередь, это опасность дислокации интубационной трубки, это опасность дислокации внутривенных катетеров, и поворачивать такого пациента нужно целой бригадой, минимум 3-4 человека. Важная группа пациентов – это пациенты с избыточной массой тела. Здесь намеренно показан такой пациент. У больных с избыточной массой тела при повороте на живот очень важно использовать валики, как в области плеч, так и в области таза, иначе, просто положив такого больного на живот, мы добьемся лишь смещения диафрагмы и еще большего ограничения экскурсии легких. Поэтому, проводя больного витиляция на животе у больных с ожирением, нужно помнить как раз о использовании таких вот валиков. Эффекты положения на животе, они практически такие же, как и у рекрутмента, плюс дополнительно улучшение дренажной функции легких. И было показано в ряде работ, что при грамотном проведении режим положения на животе может даже снизить летальность, улучшить клинический исход. Какие же эффекты мы видим? И улучшение оксигенации при повороте пациента на живот перемещается жидкость легких, поэтому улучшается рация сзади нижних, отделов легких, улучшается оксигенация. И если говорить как раз о прогностических признаках эффективности положения на животе, то это снижение гиперкопнии у таких пациентов. И в первую очередь это больные с тяжелыми нарушениями оксигенации. То есть если это не тяжелый ОРДС, ОРДС с индексом вакцинации больше 100, проводить положение на животе такому пациенту не надо. А вот если индекс экскенации меньше 100, то у таких пациентов как раз летальность ниже при проведении этого режима вентиляции. Ну и времени сначала пробовали на 3-4 часа, сейчас экспозиция 12-20 часов была показана опять-таки испанскими авторами. Для дежурного доктора очень удобно. Повернул в 5 вечера и можно до утра этого пациента уже на спину не ворочить. С точки зрения практической важный такой момент. К сожалению, положение на животе показано тоже далеко не всегда. Если у пациента раны и дрянажи на передней грудной стенке, на передней брюшной стенке, тренирована плевра, перелом таза, спинальный пациент с повреждением спинного мозга, перелом ребер, безусловно, здесь мы можем только навредить. Поэтому у таких пациентов положение на животе противопоказано. Что же делать, если больной все равно остается с низким индексом оксигенации? Мы попробовали и рекрутмент, или он неэффективен, вентиляцию на животе, она неэффективна или нельзя ее использовать. Бип-ап тоже неэффективна. В этой ситуации в качестве одного из методов может быть использована ингаляция оксида азота. Оксид азота попадает лишь в здоровое, вентилируемое альбело, и таким образом его ингаляции в качестве газа мы избегаем эффектов нитроглицерина, который приводит к расширению как сосудов кровоснабжающих здоровое, так и больные, автурированные альбелы. Поэтому не возникает шунтирования, улучшается оксигенация, и, кроме того, снижается право-желудочковая недостаточность, снижается давление в легочной артерии, которое может быть повышено также у некоторых таких пациентов. Поэтому ингаляция оксида азота, в настоящий момент она стоит в качестве, скажем, дополнительной меры, при неэффективности всех предшествующих мер вентиляции, но она может быть использована как раз и в сочетании с многими другими приемами, например, с тем же рекурсантом альбел. Было показано, что именно в дозах от 1 до 10 частей на миллион ингаляция оксида азота наиболее эффективна для улучшения оксигенации. А в более высоких дозах от 10 до 40 частей на миллион в большей степени снижает легочную гипертензию и более хороша при лечении право-желудочковой недостаточности. Именно по этим показаниям она тоже достаточно часто используется в кардиохирургии. Это одна из наших пациентов, которая получает вентиляцию на животе в сочетании с ингаляцией оксида азота. Здесь мы использовали как раз сенсор Медикс для того, чтобы дозатор оксида азота, для того, чтобы знать концентрацию и подбирать правильную дозу препарата без накопления токсических диоксидов азота, которые могут накапливаться при его повышении. Мы должны помнить, что при ОРДС механизмы гипоксимии могут быть разными. Если это механизм, связанный с консолидированием, с их отректозированием, то здесь в первую очередь, когда мы видим отсутствие отека легких, здесь мы можем использовать инфузионную терапию, можем применять рекрутмент, можем использовать бронхоскопию, если подозреваем, что консолидирование превалирует. А вот если повышена несосудистая вода, если мы подозреваем, что превалирует механизм отека легких, здесь очень важно провести больного в отрицательном гидробалансе. Мы можем использовать ПДКВ при низком сердечном выбросе, венотропную терапию и отличные методы лечения гипоксимии, в том числе вплоть до ингаляции оксида азота. Еще одна из методик, которая может быть использована при жизнеугрожающей гипоксимии, это высокочастотная ассоциаторная вентиляция. Вентиляция с очень малыми дыхательными объемами и высокой частотой. 5-10 Гц, то есть это 1 Гц 60 дыхания в минуту, то есть 300-600 дыхания в минуту. Мы видим, что такие очень мелковолновые ассоциации, они позволяют снизить давление в аппарате вентиляции, в интубационной трубке и снизить альвеолярное давление, таким образом уменьшая, собственно, эффекты, ядрогенные эффекты вентиляции. Те же аппараты SensorMedics 3100B, которые используются наиболее часто в мире для этих целей, мы видим, что основной принцип работы это наличие магнита, который совершает очень мелковолновые колебания, и с помощью которого как раз создаются эти ассоциации и увлажнители. При использовании вместе с такими приемами, как и Крутна Тальвеол, эта методика имеет тенденцию, как было показано по предыдущим работам, к улучшению оксигенации, к улучшению клинического исхода. Однако ряд последних работ показывают менее вдохновляющие результаты. Показания очень специфичны, это фактически неэффективность предыдущих режимов вентиляции, потребность высокой фракции вдыхаемого кислорода более 60%, и необходимость высокого ПДКВ, высоких пиковых давлений. Противопоказания это внутричерепная гипертензия и обструкция газотоков, как, например, при той же бронхиальной астме. Установки при использовании салитодной вентиляции достаточно специфические. Здесь используется как раз так называемый байерство, используется амплитуда и частота в герцах. Как раз оксигенацию мы регулируем по амплитуде, по вылечению амплитуды, а в зависимости от уровня содержания СО2 меняем частоту в герцах. То есть было показано, что как раз в сочетании с иркутментом, с другими режимами вентиляции, эта методика может оказаться полезной при тяжелой гипоксимии, в частности при той же пандемии свиного гриппа, она была успешно использована во многих центрах, которые привлечили таких пациентов СОРД на фоне гриппозной пневмонии. Но, к сожалению, два исследования, которые были опубликованы в этом году, Ассилейт и Оскар, показали, что результаты применения ассилейтурной вентиляции тоже далеко не всегда являются панацеей, это метод, и она не улучшает исход у больных с умеренным и тяжелым ОРДС. Однако эти исследования достаточно активно критикуются при дискуссии, потому что группы больных были не совсем гомогенные, и пациенты в той группе, которая находилась на Ассилеатре, они получали большую дозу мировоксантов в азиативных препаратах, то есть это были более тяжелые пациенты. Тем не менее, эта методика не является рутинной, она требует достаточно большой квалификации, и требует, по сути дела, индивидуального поста с таким пациентом для того, чтобы обеспечивать адекватные параметры вентиляции. Другие режимы вентиляции. Неинвазивная вентиляция, которую рассказывал также Алексей Владимирович, ну вот в отличие от ХОБЛ, от кардиогенного отека легких, к сожалению, при ОРДС гораздо менее вдохновляющие результаты. На сегодняшний день неинвазивная вентиляция может быть использована только при легком ОРДС с индексом оксигенации 200-300, и то частота перевода на искусственную вентиляцию легких, частота интубации трахеи, она, в общем-то, по результатам многих авторов, она превышает 50%. То есть неинвазивная вентиляция пока она, хотя имеет ряд сторонников при ОРДС, но она не нашла настолько большого применения, как при других состояниях. Другие методики, введение перфторана в дыхательные пути, кислородно-гелевая смесь, также не имеют пока существенной доказательной базы, не улучшают клинический исход. В некоторых ситуациях, например, если у пациента односторонняя пневмония, деструктивная, с развитием пневмоторок, с МПМ, с одной стороны, второе легкое относительно интактно, в некоторых центрах были клинические случаи с описанием раздельной вентиляции, когда больной интубируется двухпосветной трубкой, и к одному больному присоединяются два вентилятора с разными параметрами для того, чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию и для больного легкого, и для относительно здорового легкого. Тоже методика очень нерутинная, но, тем не менее, методика, которую нужно помнить, и в каких-то действительно эксвизитных ситуациях она может помочь пациенту. Наконец, экстракопоральное удаление углекислоты при тяжелом ОРДС. Тоже эта методика последние годы начала применяться, однако ее результаты являются предметом дискуссии, и она не нашла пока что, скажем так, убедительной поддержки в большинстве текущих клинических рекомендаций, хотя накапливается все больше клинический опыт при ее применении. И, наконец, если ничего не помогает, из всего вышеописанного ни различные резюмы вентиляции, ни оксид азота, ни какие-то другие методы, то у таких пациентов, у больных с тяжелым ОРДС, может быть использована экстракопальная мембранная оксигенация, которая, опять-таки, активно в мире наблюдался к ней ренессанс после пандемии свиного гриппа. Здесь показания достаточно жесткие, в отличие от кардиальных пациентов. Здесь ЭКМО осуществляется по веновенозному контуру. Это тяжелое нарушение оксигенации с по-2 менее 50 на 100% ингаляцию кислорода и высокий ПДКВ, который требуется многим таким пациентам. Безусловно, эта методика очень дорогостоящая, требующая квалифицированного персонала, требующего пребывания пациента в специальном ЭКМО-центре. В большинстве ситуаций, как правило, это тот центр, который занимается правильной оказанием кардиохирургической помощи. Тем не менее, эта методика может быть действительно жизнеспасающей у ряда тяжелых пациентов с ОРДС. И, наконец, как быть с мерилоксантами при ОРДС? Большое исследование авторов французских из Марселя, Лорен Папазян, New England Journal of Medicine, три года назад показало, что раннее, кратковременное, до двух суток в течение 48 часов назначение ряда тяжелых пациентов при тяжелом ОРДС, не при любом, а именно при индексе оксекинации менее 150 мм. Снижает баротравму, снижает количество осложнений и снижает летальность. Безусловно, исследование достаточно интересное. Оно сейчас вошло в большинство текущих рекомендаций, но тоже не бесспорно, и много очень дискуссий по нему. Здесь авторы использовали сатракуриум, нимбекс, постоянную инфузию. Безусловно, по текущим рекомендациям оно требует использования мониторинга нервно-мышечной проводимости, и у него были определенные технические агрессии. Многие авторы считают, что все-таки наиболее рационально подобрать те режимы вентиляции, мы говорили как раз о них, с использованием БИПАП, с использованием правильной поддержки давления, с использованием соответствующего уровня ПДКВ, те режимы вентиляции, когда больному все-таки можно обойтись без введения релаксантов. Если этого не удается сделать никакими другими путями, то безусловно, при десинхронизации с респиратором на фоне адекватной ситуации мериалаксанты тоже могут быть использованы. Ну и наконец, отлучение от респиратора у больных СОРДС тоже достаточно сложная задача. Пользуются различные критерии улучшения индекса хигинации, как правило, когда он превышает 250, и отсутствие необходимости установки высокого ПДКВ. То есть большинство авторов считают, что отлучать больных от вентиляции и идти дальше уже к окстубации трахеи можно при снижении ПДКВ менее 8 см водного столба у таких пациентов. Это индекс ТОБИНА, о котором тоже уже сегодня говорил, отношение частоты к дыхательному объему меньше 105. Даже если вы ориентируете пациента не на пуритане, на котором этот индекс автоматически рассчитывается, его очень легко посчитать. 30 частот дыхания разделить на дыхательный объем, например, 0,4, получается 30 делим на 0,4, получается 75, меньше 105, значит, такой пациент подходит для дальнейшего снижения поддержки давления и снижения, например, частоты дыхания по САМВ. В аппаратах экспертного класса также одним из показателей, который может облегчить дальнейшее отлучение от респиратора может быть окклюзионное давление за 100 миллисекунд выдоха. При отсутствии его высоких значений такого пациента тоже можно отлучать от вентиляции. Наличие защитных рефлексов, стабильной гемодинамики и адекватный неврологический статус, безусловно, это все является определенными критериями успешного отлучения. И если в большинстве общей реанимационных ситуаций мы можем успешно отлучать пациента от респиратора со использованием стандартных режимов, режим постоянного положительного давления, СИПАП с поддержкой давлением, САМВ, то, как правило, у больных СОРДС могут возникать проблемы в ряде ситуаций. На фоне тяжелой гипоксимии мы видим, что дальнейшие попытки отлучения приводят лишь к ухудшению газообмена. И как избежать этой ситуации и как постараться все-таки адаптировать пациента к переходным режимам? Здесь мы можем использовать те режимы, о которых шла речь, режимы БИПАП, АПРВ, доступные на большинстве современных аппаратов экспертного класса. И мы видим, что постепенно снижая верхнее давление в дыхательных путях при вентиляции и тому же БИПАПе, мы переводим БИПАП в СИПАП и такой пациент легче переносит вентиляцию и легче адаптируется к ней, требует меньше седации, поэтому эти режимы хороши и для отлучения больных с ОРДС. И, наконец, в отношении рекрутмента на фоне отлучения недавние результаты венгерских авторов Желта Молнера, опубликованные в сентябре этого года, показали, что рекрутмент у больных с ОРДС но мы можем повысить поддержку давлением до 40 на 40 секунд и тогда больной делает несколько вдохов в течение, скажем, 30 секунд, 40 секунд с высоким давлением поддержки, точно так же он расправляет консолидированные участки легких и такая методика позволяет улучшить оксигенацию, улучшить комплайнс и такой незатейливый вариант рекрутмента с повышением давления поддержки он может быть использован у многих пациентов с гипоксимией, в том числе и на фоне ОРДС, как покажут результаты этого исследования. Конечно, проводя вентиляцию у больных с ОРДС мы должны помнить и о оптимальных способах синхронизации больного с респиратором использование триггера по потоку с его периодическим повышением 1 литр в минуту, 1,5 литра в минуту, 2 литра в минуту при наличии адекватного спонтанного дыхания. Мы можем мониторировать давление в трахеи, давление в пищеводе для того, чтобы оценить отдельно податливость легких и податливость грудной стенки. Мы можем оценить работу дыхания в аппаратах экспертного класса, мы можем оценить, как вот, например, ряде вентиляторов на том же макет в режиме НАВА мы можем использовать диафрагмальный триггер, когда с помощью специального желудочного зонда улавливается движение диафрагмы, аппарат подает дыхательный объем как раз при начальных отликах диафрагмы. Этот режим тоже не бесспорный, есть работа как за, так и против его использования, как работы, показывающие, что он облегчает облучение, так и работы, которые говорят о том, что он существенно не влияет, поэтому эти режимы высокое пиковое давление в дыхательных путях может быть опасно для пациента. Если мы видим, действительно, что это пациент гиперстеник, пациент с пиковым давлением, например, 30 сантиметров водного сполба, то, используя мониторинг давления в пищеводе, которое соответствует давлению в февральной полости примерно, и используя мониторинг давления в трахеи, мы можем оценить как раз податливость грудной стенки и податливость легких. Если мы видим, что, например, у больного податливость легких нормальная, то высокое пиковое для такого пациента может быть и не опасным. Просто у него ригидная грудная стенка на фоне ожирения, например, при хобле приводился пример. И здесь мы можем как раз использовать больше безопасные параметры пикового давления в дыхательных путях, чем в классической ситуации. Ну и безусловно, отлучение от респиратора больного СОРДС неэффективно, если мы видим нарастание одышки, гипоксимия, если мы видим тахикардия больше 140 в минуту, либо артериальная гипертензия, либо гипотензия, если мы видим психомоторное возбуждение. Здесь нужно вернуться назад к тому режиму, с которого начиналось, и затем постараться нивелировать те факторы, которые могут явиться причиной неадекватного отлучения, и затем снова попробовать течение у этого пациента, может быть, с использованием других альтернативных режимов вентиляции. Ну и резюмируя тактику вентиляции при ОРДС, которая доступна с помощью многих современных респираторов, мы видим, что это дыхательный объем 6-8 мл на килограмм предсказанной массой тела, это ограничение пикового давления не более 35 см водного столба, это использование скорости потока от 40 до 90, в зависимости от того, какое соотношение вдоха к выдоху мы хотим создать, оптимальная форма потока, это нисходящий поток у таких пациентов, фракция вдыхаемого кислорода менее 60%, и концепция открытых теплых с использованием рекрутмента и с выбором оптимального положительного давления в конце выдоха, о котором мы уже говорили. Ну и если посмотреть как раз о том, какие из тех методов, о которых мы говорили, могут быть использованы как раз по берлинской дефиниции при легком, среднем и тяжелом ОРДС, то мы видим, что при любом ОРДС низкие дыхательные объемы 6-8 мл на килограмм, уровень ПДКВ лоу-модерый, да, соответственно, 8-12, при индексе оксигенации до 150. Если больной тяжелым или сумеренным ОРДС, индекс оксигенации меньше 200, более высокие величины, как правило, более 10-12 см водного столба. Миралоксанты. Индекс оксигенации меньше 150 в первые двое суток. Неинвазивная вентиляция. Только индекс оксигенации 200-300, только легкий ОРДС. И индекс оксигенации меньше 100. Мы можем задуматься о вентиляции на животе, об осцилляторной вентиляции, либо, в принципе, как альтернатива ингаляции оксида азота, экстракрепаральное удаление углекислоты, и, наконец, тяжелейшее нарушение оксигенации, рефракторное ко всем остальным методам, экстракрепаральная мембранная оксигенация. Таким образом, мы видим, что при респираторном дистресс-синдроме одним из все-таки наиболее ведущих и доказательных методов, которые могут быть использованы при проведении вентиляции, это ИВЛ малыми дыхательными объемами. Мы видим, что появляются новые методы терапии ОРДС. Но перед тем, как использовать их в клинической практике, надо оценить эффективность с помощью соответствующих исследований. И, наверное, как и при многих критических состояниях, залог успеха респираторной поддержки при ОРДС это сочетание методов доказательной медицины, о которых мы говорили в данных исследований, оценкой индивидуальных особенностей каждого пациента. Поскольку, какой ПДКВ ставить пациенту, решать вам, какое пиковое оптимально для данного пациента, решать вам, и какое соотношение вдохов-выдухов тоже решать вам, исходя из индивидуальной механики дыхания и газообмена данного пациента. Поэтому я очень надеюсь, что применение тех режимов респираторной поддержки, которые сейчас становятся доступными с помощью современных респираторов, наряду с другими методами лечения ОРДС, может восстановить соотношение между воздушными и водными секторами этого заболевания и в конечном итоге может улучшить клинический исход. Спасибо.